Доброго времени суток. Добро пожаловать на канал Пермансера. Это новое видео по игре Брайзерфайр 3. Приятного просмотра. В прошлой серии мы выбрались всё-таки из шахты. А как она называлась-то? Так хрен его знает, как она называлась. Ладно, мы выбрались оттуда и нас отправили к... Как его называется-то? К гаградиру, во. Чтобы получить какую-то там денюжку или что-нибудь в этом роде. Большое спасибо. Что скажете, господин Гарланд? Почему бы вам у нас не остаться? Так, на всякий случай. Вдруг опять объявятся драконы? Нет, спасибо. Кроме того, не думаю, что вы снова на них наткнетесь. Как скажете. Просто мне было бы гораздо спокойнее, если бы вы были рядом. Нам нужно идти. Спасибо за вознаграждение. Ах да, господин Гарланд. Если вы собираетесь спускаться с горы, то будьте осторожны. На дороге Ограф. До нас дошли слухи, что рядом с дорогой водится свирепый монстр, который нападает на прохожих. Если хотите узнать о нем больше, вам следует пойти на запад к черному рынку. Думаю, он не боится. Все-таки он убил дракона. Так, хорошо. Здесь мы свои дела закончили. Надо отсюда текать. А как отсюда текануть? Там где-то был выход. Чтобы найти этот выход. А, вот он, выход из города. Это что, воспоминания Рюки птала? Как он убивал? Похоже на то. И черепушка здоровая. Покрытая мхом. Не можешь заснуть, да? Я должен попросить прощения, Рю. За то, что пытался убить тебя. Я в растерянности. Правильно ли я поступаю, взяв тебя с собой на поиски бога? Но почему бы... Почему бог считал нужным уничтожить драконов? Ты имеешь право знать ответ на этот вопрос. После того, как спустимся с горы, мы отправимся на... На восток, в Индию. А затем еще раз посетим восточные земли. И пойдем к башне ангелов. Угу. Вот так вот, значит. Довольно-таки интересно получается. Поход интересный будет. Так, ну что. Нам надо спускаться отсюда. Так, это что за место? Здесь есть что-нибудь? Пограничный пункт. Рыбалочка. А что тут на пограничном пункте? Давайте посмотрим. Вообще, что это за пограничный пункт такой? Так. Ну и местечко. Здесь никогда ничего не происходит. Скукота. Возможно. Отсутствие вестей хорошая вещь. Как говорят. Так, а у вас в ящиках есть что-нибудь? Лечебная трава. Угу. А здесь? 80 дзенни. А вот здесь? Ничего нет. А это обыскать нельзя. Так, что это за дверка с запертом? Ясно. Сюда мы не пройдем. Здесь посмотреть ничего нельзя. Здесь ничего нет. Ладно, хорошо. Разрега зашли, так сказать. Что там? Трава лечебная. Да, 80 дзенни, по-моему, это такое себе. Уходим отсюда. Уходим. Так, ну ладно, окей. Так, а сюда вообще что? Можно пройти? Нет? Нет, сюда пройти нельзя. Ну ладно, окей. Так, спуск. Здесь что у нас? Черный рынок. Давайте сюда зайдем. Здесь всяко что-то есть. Нам сказали, если что, сюда обратиться. Вы кто? Это место зовется Черным рынком. Если хорошенько прорискать, здесь можно найти разные диковинные вещички. Ну ладно, окей. Спасибо. Люди здесь не придают огласки своей услуге, если ты понимаешь, к чему я клоню. Так что и вы держите свой рот на замке. Так как мы имеем дело с нелегальным товаром, то всегда стараемся быть начеку и следить, чтобы здесь не объявилась королевская стража. Слушайте-ка, а вы, случайно, не из них? Нет, мы не из них. Я слежу. Зачем? Затем-то за всем. Ну окей, ладно. У всех здесь есть что-то на продажу. Чем занимаюсь я? Я продаю то, чего нет в магазинах. Улавливаешь, красавчик. Да, я понял, о чем ты. Организация, которая руководит этим местом, довольно велика. Я слышал, что они даже имеют отношение к тем крупным состязаниям, что проводятся в земле. У нас вы найдете как изысканное оружие, так и прочные доспехи. Это неплохо, конечно. Собственно, что мы у вас тут можем купить? По сути, я вижу, что кроме как стальных наручей мы купить не можем. Здесь больше ничего особого. Ну, а ты еще продаешь. Заходите. А, заходьте. У меня есть все от подгузников до нагровий. Давай посмотрим, что ты продаешь. По сути, нам от тебя ничего не надо. Бу-бу-бу. Понятно. Такой себе вы торговец. В этих самодельных мечах, господа, созданных мною, единственным и неповторимым. Дэндис Ксэкины содержат силы Асуры. И они могут стать вашими прямо сейчас. Давайте посмотрим. Меч Асуры. Воплощение сил Асуры. Ну, по сути... А, да пусть будет, как бы. Такого клинка у нас нет еще. Здесь могут пройти только приближенные к боссу люди. Ну, ладно, окей. А? Попущу ли я вас, если вы дадите мне тысячу зеню? Хм, даже не знаю. Что? Вы ничего такого и не говорили? Эх, ну ладно. Ну, в смысле? Ты сам это сказал. Мы могли бы и сойтись на этом. Извините, но в этом направлении больше нет магазинов. Ну и ладно. И как только у тебя рука поднялась подсунуть мне этот хлам. Я пожалуюсь на тебя, боссу. У меня тут есть призрачная руда на продажу. Только никому не говори об этом. За катабанду руды меня могут упечь надолго. Угу. Снова этот Кеннеди. Сприт с клиентом. Когда-нибудь отец точно надерет ему задницу. Так, с тобой мы разговаривали? Да. С тобой мы уже говорили. Так. Ну че? Содержит силу асуры. А что за силу асуры такая? Воплощение силу асуры. Урон упадет. Ладно, пусть будет. Я не знаю, что это за воплощение силу асуры такие. Давайте вот здесь возьмем брони две штучки. Че нам надо купить-то? Стальные наручи было. Давайте две штуки возьмем. Да. Хочу надеть. Сюда. И сюда. Золотая шпилька. Давайте заранее ее купим. Штормовку. Опять у него защита, 139. И Гарленду наденем в штормовку. Я уверен, что она пригодится. Так. Здесь ничего менять не будем. Продадим, наверное, кольчуг. Нет, кольчугу. Баклер точно продадим. Чешуйчатые латы продадим. Нефриловый щит. Да тоже, наверное, продадим. Золотую шпильку эту купил. Так. Ну все. Пойдемте отсюда. Я не знаю, зачем мы, собственно, сюда приходили. Золотая шпилька. Пойдемте отсюда. Золотая шпилька. Че за сила асера. Так, кусты будет рубить, нет? Нет, кусты он не рубит. Так, стоп. Как туда попасть? Я вижу там сундук. На нас снова напали. Голова-клюй. У тебя есть какие-нибудь новые таланты? С куда умею? Понятно. Ну убиваем тогда его. Ну блин, больно бьет на самом деле. 48 очков опыта, 70 зенит. Ну окей, ладно. Так, я надеюсь здесь подъем. Потому что там лежит сундук, и я его хочу. Так, какие-то непанатные кусты. Так, на нас снова напали. Кто на этот раз? Опять голову-клюй. Ну он нам не особо умеет. Умер. Так. 48 очков опыта. Я надеюсь, я купил этот клинок силы асуры. Он мне когда-нибудь пригодится. Про васаби. Ну окей, давайте соберем. Не думаю, что он мне пригодится, конечно, но вдруг. Вдруг. Так. Как попасть наверх? Затем ящиком. Так, на меня снова напали. Вот походу подъем, кстати. Так, бродяга, с тобой мы сейчас разберемся. Ловко-час сначала убьем. Ай. Походу с бродягом мы не успеем разобраться. А нет, успеем. Рио, ну-ка, кражи на него. Скимитр. Угу. Неплохо. Скимитр это неплохо. Довольно-таки жесткий. Дорогой довольно-таки меч. Ну, ему хорош. Так, 79 очков опыта, 200 зеню. Больше ничего. Можно было и самоцветик дать. Я бы его продал. Так, сундук вон там. Так, опять ловкач и бродяга. Рио, ну-ка, кражу Скимитара проведи. Угу. Отлично. Скимитар есть. Ээээ, не убивает он с одного удара. Дашка-то обидно. Ну и все, убиваем бродягу. От чего зависит урон. Ну, от силы, оно понятно. У этого меча, потому что у него очень какой-то сильно разбрасываю урона. То он 80 урон убьет, то он 100 с лишним бьет. Так, песок времени. Что такое песок времени? Веща. Что это? 5 КП восстанавливает. Останавливает всех на 3 хода, кроме ходящего. Интересная штука. Возможно, как-нибудь я ее использую. Рио, кражу Скимитара сразу. Не удалось украсть. Не, есть хорошо. А так хотелось. Рио, ну-ка, повтори. Так, стоять. Еще раз. Ты не издеваешься. Отдай Скимитар, блин. Ну и ладно. Значит, тебе придется умереть. И Скимитар мы заберем от тебя уже. Пусть только убьем. Наверное. Но это не точно. Так, бой выигран. Нет, не получили. Ну, ладно. Ну и не надо было тешить себя надеждой о том, что мы ее все-таки заберем. Ладно, не важно. Так, отсюда мы пришли. Там нет ничего. Значит, нам здесь именно проходить надо. Да? Да, е-мое. Бродяга, отдай Скимитар, говорю тебе. Э-э-э. Повесил слепоту. Ну и зачем? Нехороший человек. Редиска. Пражи и атака. По-моему, слепотой он не сильно попадает. Ну и нормально, ладно. Гарлен со всеми разделался. Так, я на всякий случай подхилюсь. Вдруг вылезет что-нибудь все-таки. Нам же сказали, типа, быть осторожным на этом месте. Поэтому предосторожен... Ой. Поосторожнее будем. Подхилимся. Так, кто-то напал снова. Ловкач. Отдай. Я знаю, что у тебя самоцвет. Отдай. Так, полученный урон. Убил его. Так, мы получили 35 зени. Ой, 35 опыта и 120 зени. Так, еще листья саби есть, нет? Я соберу, мне не сложно. Так, ну давайте добиваем его. Ой, убиваем их. Я думаю, за один ход справимся. Да что ж ты меня все скудалами, что? Так, 95 очков опыта, 140 зени. Отлично. Так. Опа. Кто-то рычал. Уйдал по деревьям. Здрасте, а ты кто? Это и есть тот самый монстр? Тигр? Так, мне что-то хвост напоминает. Это не Рейли случаем? Рейли, ну-ка, кражу на него. Гарланд защитов. Ну, урон довольно-таки не сильненький. Так, красть у него нечего. Ну че? Ну тогда ледяный сон на него. Гарланд, а ты его... Огненное копье. Тут, наверное, когда урон от огня... Ой, урон обычный на него больше действует. Чем ледяной. Ну, судя по всем историям, Асур это какой-то демон. Типа, сила демона. Асовый, типа... Но мне все равно это ничего не говорит. Что за сила? И, конечно, пока попользуюсь этим клинком, вдруг разберусь. Все к чему. Ну, че-то мне подсказывает, что это странная фигня. Урону он падает постоянно. Ты умрешь все дни, нет? Сколько у тебя хп, блин? А, он свалил. Ни опыта, ни денег. Ну, ладно. Ну, здесь мы саби больше не нашли. Устов саби, точнее. Ну, значит, там делать больше нечего. Так. У нас есть возможность зайти в... Землю фей. Ну, пойдемте зайдем. Хочу, да, использовать. Так, заходим. Но здесь вывеска не должна была... Опа! Рождение трех фей. И феи, да, да, и... Кто еще? И кири. Вот вы где, дурашки, дурашки, дурашки. Чем вы все это время занимались? Это ужасно. Вы разве не знаете, что если оставить нас одних, мы умрем? Никогда больше так не делайте. Эй, у вас с головой все в порядке? Это вам не лес. Здесь мы не можем заботиться о себе. Как раньше. О, как. Ну же, пожалуйста. Вы должны сказать, чем мы должны заняться. Вам ведь не нужно объяснять, что входит в ваши обязанности. Объясни-ка. О чем ты хочешь узнать? Что нам делать? Мы хотим, чтобы вы говорили нам, чем мы должны заниматься. Есть много различной работы. Например, если никто не будет ходить, на ход у нас закончится еда. И мы все умрем. А без ученых мы не сможем придумать новые профессии. Поэтому мы хотим, чтобы вы говорили нам, сколько феи должно заниматься определенной работой. О чем ты хочешь узнать? Ну, чем мы можем помочь? Вы можете назначить нас на работу. Это увидеть 4 полоски различных цветов, которые указывают на их способности. Красный цвет предрасположенности к охоте. Чем длиннее полоска, тем лучше фея будет охотиться. Чем длиннее полоска, тем лучше у феи будет идти торговля. И, наконец, лазурная полоска. Эта полоска показывает, насколько фея умна. Длинная полоска означает, что из феи получится хороший ученый. О чем ты еще хочешь узнать? Ну, дай нам советы. Один дом может вместить в себя максимум трех фей. И чем больше их там будет находиться, тем больше они принесут пользы. Так как для охоты, строительства или чистки дом не нужен. Будет лучше назначить свободных феи, заниматься какой-нибудь из этих трех работ. Ну, а чтобы мы не умерли с голоду, необходимо постоянно держать около трети всего населения на охоте. О чем ты хочешь узнать? Так, ну уже ни о чем. Теперь все в твоих руках. У нас есть три феи. Так, предрасположенность к охоте, да? Ну, давайте на охоту раз. На охоту два. Так, синяя полоска строитель. Стоп. Ну все, да, примерно так. Здесь так же ничего не появилось. Что нам делать? Дома негде строить. Ну, это уж не ко мне. Ладно, зашли, получили звездюлей за то, что пропали на какое-то время. Более-менее что-то им сделали, помогли, так сказать. Так, вижу какое-то строение. Гора ревет. А к этому строению мы никак не пройдем? М-м-м, походу никак. Рыбное место. Ну что, нам по горе спускаться. Пойдемте. Пойдемте. Угу. На нас сразу нападают. Гоблин-наемник. Так, ну, че? Кража. Не удалось ничего красить. Ого. Током бьет. Молнии, так сказать, посылает. 48 очков опыта, 75 за ним. Угу. Кусты мы рубим. Это одна из отличных шерпных новостей. Срубили еще один кустик. Ну, это так, на всякий случай. Так, снова нападают. Могучее желе. Кстати говоря, могучее желе. Как-то мы однажды с ним уже пересекались. Я не помню, как я его победил. По-моему, обычными атаками. Закидал. Надо было у него попробовать что-нибудь с коммунизмом. Давайте что-нибудь у него попробовать своровать. Ничего не удалось украсть. 330 очков опыта, 200 за ним. Надо что-нибудь попробовать у него украсть, если мы еще раз его встретим. Довольно-таки полезный, кстати, монстр. Я думаю, есть смысл с ним побороться, скажем так, подольше. Плюс у него есть какой-то синхронный удар. Я, например, не знаю, что это за удар. Головоклюю. Ну, давайте их поубиваем по-быстрому. Такая инициатива. 95 очков опыта, 140 за ним. Прекрасно. Так, какой-то выход. Эээээ... А-а-а, я понял. Это наоборот вход. Чтоб подняться отсюда. Ясно. Ловкать. Ну и кража и удар. Не удалось. Ну и ладно. Но все равно ты труп. Даже Гарланд не успел ударить. 120 за ним. Так. Ну раз на то пошло. По правой... Ну, по их правой стороне, с нашей стороны по левой. Спускаться надо как-то. Там лежит какой-то сверточек. В этом сверточке поле у боссов что-то есть полезное. Так. Давайте элитного гоблина попробуем его покрасить. Не получилось. Это что-то же самый элитный гоблин, какой был до этого. Так. Нас укусили. Ну все. Элитный гоблин сейчас сваливает. Типа он один не сражается. Так. А где же это падение должно... А, вот здесь. По левой стороне. 800 за... Я жгаю что-то полезное. 800 за... Нет, довольно-таки полезно. Гоблин, наемник. Отдай мне все, что у тебя есть. Вяленое мясо. Да-ээ, тогда не надо было даже и пытаться. Если у него только вяленое мясо... Бестолковое занятие. Так, победа. 48 очков опыта. 75 за ней. Пойдемте обратно отсюда тогда. Здесь что-то дособрали. На нас снова напали. Не-э, воровать пытаться у них что-то я не буду уже. Так, отлично. Все четыре очка опыта. 85 за ней. Выходим отсюда. Подъем выше. Ну, скорее всего, нам на подъем выше надо. Что-то вы все увеличиваете, все увеличиваетесь. В геометрической прогрессии, блин. Кто был один, сейчас вас двое. Что, дальше вас трое будет? Так, продолжаем бить. Надо от них избавляться потихонечку. Так, победили. 101 очков опыта. Ну, все-таки ради этого можно стараться поубивать их побыстрее. Да побольше. Тык, и куда нам? А, вот, мы, походу, спустились. Ну, здесь особо не было ничего, по сути. Ну, если что-то пропустил-то, напишите об этом обязательно. Так, добиваем последнего. Здесь, а, нет, не смогли с одного удара убить. Ну, со второй попытки добили. Так, 101 очко опыта. 160 дзенни. Ну, по-моему, неплохо. Так, все, уходим отсюда. Прошлись по горе, спустились с нее. Так, а сейчас мы можем подойти к этому домику непонятному? Вот сейчас можем. Какое-то непонятное место. Входим в дом. А в доме никого. Что-нибудь есть? Лечебная трава. Ну, лечебная трава уже неплохо. Ого. А, вопрос. Кто-нибудь где-нибудь есть, нет? Тут вообще дома есть кто? Ну, ладно. Окей. Нет никого. Так, нет никого. Пойдем отсюда. Там никого нет. Ну, и ладно. Опа. Мостик починили. Лорский тракт. Извините, господа. Мы вынуждены попросить вас некоторое время подождать здесь. До нас дошли слухи, что кто-то из деревни Макнио проводит контрабанды и продовольствие на черный рынок. И сейчас мы проводим по этому поводу расследование. Никому не разрешается покидать данную область, пока допрос не закончится. Ничего не поделаешь. Надо бы как-то убить время. Пойдем посмотрим, что происходит в деревне. Ну, пойдем. Кстати, я думаю, есть смысл заглянуть на старое жилище наших друзей бывших. Таких как Типо... Рэй и... Как его звали-то? А, да блин, Рю. Забыл, как зовут персонажа, за которого мы играем. Ну, дожили, блин. Так, на нас нападают. Кстати говоря, вот сейчас сходит... Гарланд получит свой уровень так таковой. От Баньяна. Так, сокрушили врага 6 очков опыта. Что-то с чем-то, блин. Так, Баньян у нас здесь живет. До сих пор сидит, рубит. Что-то в ногу он рубит. К страшному чему-то готовится. Так, 7 очков опыта. 15 Зенни. Здорово, Баньян. О, вы вернулись. Вы же не занимались ничем плохим, правда? Гарланд, а ты, как я погляжу, стараешься изо всех сил. Хорошо, обучу тебя этому приему. Персонажем Гарланд изучен навык аннигиляции. Кто-нибудь еще желает у меня обучаться? Эм, нет, вообще нет. До скорых встреч. Так, все. Это был последний прием или как? Так, вы вернулись. Вы же не занимались плохими делами, правда? Ну, походу, все. Нет, никто не хочет. Хотите сказать, что вы уже всему у меня научились? Да нет, пускай обучается. До скорых встреч. Так, хорошо. Здесь мы побывали. Теперь есть смысл дойти до дома. Мне кажется, там что-нибудь будет. Какая-нибудь завязочка интересная. И мне кажется, что это был рай. Все-таки это был рай, по-моему. Потому что, ну, хвост точно его. Так, по-моему, нам надо сюда пройти. Так, на нас снова нападают. Неумелый гоблин, элитный гоблин. Элитный гоблин падает. Неумелый гоблин тоже падает. Так. 7 очков опыта. 15 зеню. Так, проходим сюда. Какие странные мелодии здесь играют. Так, сюда, сюда, сюда. Помню еще, как добираться до дома. Чик-чирик. Мда. Обидно. Здесь ничего нет. Может, для начала в деревне надо поговорить с кем-то? Да и, по сути, дойти до черного рынка. Обратно сходить, так сказать. Ну, пойдемте. Так, 15 зене получили. Что там, сундук какой-то нет? Пустовато здесь стало. И эти монстры пропали. Которые нас вначале обучали. Элитный гоблин. Давайте его убьем. 6 очков опыта. 10 зене. Даже там дырочка проломилась. Проломилась дырочка. А здесь сразу мелодия меняется. На такую более-менее веселую. Забавно. Интересно, а Типа еще жив? Если это Рэй. И вообще, кто такой Типа? В целом. Даже интересно, как он изменился. А клетка, интересно, осталась? Нет здесь. Которая меня сюда притащили. Нет, не осталась, похоже. Потому что вот это, по-моему, и дерево нет. Так, ну, блин. Тут всех мы вышибаем с одного удара. Поэтому неудивительно. Вообще, надо текать отсюда. Да, это это дерево. Только оно уже проросло. А где тот куст, в котором Рэй сидел? Охотился. Их нет вообще. Странно. Так, минус первый. Минус второй. Пойдемте отсюда, короче, в деревню. До Баньяна мы уже дошли. С Баньяна побухтели. Он нам дал наш талант. Аннигиляция, по-моему, это называется талант. Надо вообще посмотреть, что этот талант делает. Так, теперь нам надо напрямки выходить отсюда, и все. Глаза остыть жили. Скрушили врага. Одно очко опыта. Четыре зени. Ну, здесь особо не заработаешь, честно сказать. Так, здесь подняться. И здесь вот выйти. Опять на нас напали, блин. Надоело. Хватит. Так, одно очко опыта. Четыре зени. Так, выходим из этого леса. Так, а вот деревенька. Ну, заходим в деревню Макнюк. Хм, было бы неплохо провести ночь в кровати. Для разнообразия. Интересно, есть здесь поблизости гостиница? Ну, насколько я знаю, есть. Опа! Это же Локи. Так точно, сэр. Господин Макнюк занимался темными деревками. Довольно долго. Да, сэр? Хе-хе-хе. Ну, ё-мая, ну... Я ж тебя вижу. О, получили дозы они. Прикольно. Этот человек, похоже, по какой-то причине имеет зуб на господина Макнюла. Гав-гав-гав. Ну, да. Вы ко мне? Вы ко мне не приставайте. Ничегошеньки, я не знаю. Понятно. Мы пришли разно... Разобраться со злостным помещиком. Солдатик, солдатик, разберитесь за одной и с тигром-людоедом. Опа! Хм, как я и думал. В такой глуши смотреть не на что. Ой, простите. Что-то я заговорился. Ой, добро пожаловать. Мы занимаемся только честной торговлей. Ну, я когда-то здесь закупался очень давно. Давно, кстати, здесь не покупал ничего. Давайте здесь самоцвет продадим. Это и наставим пока. Песок времени. Всего-то 250 стоит. Вы чё, серьёзно? Такой дешёвый. Полторы тысячи стоят. Дорого, кстати говоря, дорого. А покупать здесь нечего. Ну и ладно. Мы пойдём отсюда. В этом месте тоже вряд ли чё купим. Мне плевать, что я там натворил господин Макнил. Я просто продаю оружие. Ну. А, ну понятно. У тебя ничего не поменялось. Я думал, ты хоть немножко прокачаешься на это дело. Так, ну чё? Говорим с этой женщиной? Дого пожаловать. Ищите комнату на ночь. Ну да. В деревне Макнил дела пошли совсем худо. Дикий тигр разгуливает на свободе. Помещика словили за дурные поступки. Но мы по-прежнему открыты. Надо же чем-то зарабатывать себе на жизнь. Правда? Не тот ли это, интересно, тигр, который сбежал от нас? На дороге, Ограф. Тот тигр сбежал? Хотите сказать, что вы его не убили? Тише, успокойтесь. Несколько дней назад объявился Энтод израненный тигр и убег в гущу кедрового леса к северу отсюда. Я вас ни в чём не обвиняю, но раненый зверь опасен вдвойне. Держитесь от леса подальше. А вот сейчас я хочу до леса опять прогульнуться, опять до того же места. Думаю, мы ничего... Мы не сделали ничего плохого, но мы можем довести дело до конца. Если хотите. Ох, вы будете так добры, было бы чудно. А в знак компенсации я вам позволю тут бесплатно заночевать. Во как. Это ещё раз доказывает. Удача. Это ещё раз доказывает того, что это рю. Ой, ээээ, рай. Потому что в гущу кедрового леса он ушёл. В самый север. А куда там можно было уйти, кроме как в домик наш. В прошлый самый начальный домик. Да больше, по сути, некуда. Надо туда прогульнуться. Явно. Ну, сейчас поднимемся, посмотрим. Если это рей, то... Это хорошо. Если нет, то... Это, собственно, тоже неплохо. Какая разница. Будет очередной босс, которого убьём. Получим очередной опыт, деньги. Думаю, неплохо будет. Но если рей, то, скорее всего, он к нам присоединится и будет ещё один герой. В нашей команде. Я думаю, это будет неплохо. Главное, с ума не сойти от вот этих вот всех битв. Которые вообще бесполезные, по сути. Нас это, типа, никак не прокачивает. Так, стоп, не сюда. Нам наверх нужно. Сколько можно? Инициатива ещё тем более у оппонента. Ух. Один урона, да он бросил всё равно. Ну, ну... Слов нет. Да хотя, по сути, если он мне попал и нанёс урон, причём единичку урона, то дело какое-то не такое. Нам надо делать что-то с защитой тогда, получается. Значит, у нас защита мало. Это всё, что я могу сказать по этому поводу. Было бы, типа, много защиты, он бы нас в него... Типа, Рю. Точно, Рай. Ух. Нет. Так, хорошо. Понятно. Что ничего не понятно. Воспоминания из прошлого? Я же говорю, Рэй. Он выжил. Сейчас воспоминания было о Рэе. Или у Рэя были воспоминания. Хочешь пойти один? Хм. Сдаётся мне, что вы с этим тигром давние приятели. Так что подожду-ка, я лучше тебя тут. Так. Это ещё больше доказывает того, что это Рэй. Рычи, рычи. Точно, Рэй. Рю, это ты? На дороге, Ограф. Был ты? Ха. Ха-ха-ха. Ха. Так это был ты. Ну и ну. Просто зашибись. Никогда не думал, что буду побеждён тобой, Рю. Я ведь себя совсем не сдерживал. всё же хочу сказать. Рад видеть, что ты в порядке, Рю. Я был уверен, что тебя на дальнем конце дороги, Ограф, находится чёрный рынок. Типы, которые пытались убить нас, те, что заодно с Макнилом, пришли оттуда. Я потратил много времени, но наконец-то их выследил. Я пристально наблюдал за входящими-выходящими с рынка. Я продолжал нападать на них. Думал, что таким образом отомчу за тебя и типа. Но посмотри, до чего я дошёл. Лишь от одной мысли, что хотя бы ты остался в живых, мне стало чуточку легче. И всё же я не смогу успокоиться, пока не преподам этим гадам урок. Нечего было лезть к моим малышим братьям. По-моему, он ещё кого-то убьёт сейчас. Мы можем зайти в дом. Ну, точнее, в бывший дом. Здесь уже, конечно же, ничего нет. Наверх подняться не удастся, потому что он сгорел. Здесь тоже ничего нет. Но это дом. Как-никак. Это тот самый дом. А Рэй всё это время пытался отомстить. Ну, по сути, мы отомстили уже. Что-то... Что случилось с Игром-Людоедом? Побежал в деревню. Ну, пойдёмте, и мы в деревню. Собственно, что нам ещё остаётся? Ну, сейчас, конечно, помахаемся по дороге. Потому что так просто не дойдём. Минус один. Минус второй. Семь очков опыта. Пятнадцать Зене. Так, так, так. Снова на нас нападают. Волшебное желе. Ну, волшебное желе хотя бы немножко за ним делится. Чем больше мы убиваем волшебное желе, тем больше денег нам падает. Так, выходим с этой локации. Ну, и идём в деревню. Так, здесь чё? А, здесь то место, куда... Я вспомнил это место. Это проходное место между горой было и... Ну, в котором мы с Рю были. Ой, с Типа. Ой, ай, как больно. Какая невыносимая боль. Только не говорите мне, что это был Рэй. О, нет. Он наверняка вернулся, чтобы отомстить. Наверное, тот человек какого... Кого-то не на шутку разозлил. Какой-то мужчина сбил этого человека с ног, а затем ринулся в сторону поместья. Не могу в это поверить. Прямо у нас, на глазах. Так, в сторону поместья, значит, двинулся. Кмахнило, что ли? Напомнить ему? Задолжок. Ну, пойдёмте сходим. Там мы ещё сегодня не были. Теперь я припоминаю, что видел каких-то двух подозрительных типов, направлявшихся к... господин Махнило. Опа. Каких-то двух подозрительных типов. Так. Поместье Махнило в этой стороне. Это я точно знаю. Кажется, я понял, почему Тигр... Точнее, Рэй так сильно ненавидит этих людей. На самом деле, за всеми бедами стоит помещик. Так? Наверное, у меня, как причастного к убийству, драконов нет права говорить подобное, но... Разве тебе не хочется отомстить, Рю. Как и Рэю. Понимаю. Полагаю, всё вышло... вышло бы из-под контроля, если бы ты использовал свои силы. Ого, а тут какой-то отряд идёт. С Махнилом, кстати говоря, в компании. А это кто? Господин Махнил, вы признаётесь виновным в мошенничестве? Именем короля Виндии я арестовываю вас. Нет, вы всё не так поняли. Я здесь совсем ни при чём. Нам кое-что известно о двух ваших знакомых. Неких Балио Иксанти, состоящих в... преступной группировке, о которой вы нам рассказали. Однако их... уже нет в живых. Верно? Это Нина? Господин Гарланд? Ириух? Давно не виделись. Это и есть тот пресловутый помещик? Мы можем рассказать тебе кое-что об этой организации. Но сперва... Я думаю, ты должна немедленно отослать его в Индию. Хорошо, господин Гарланд. Возвращайтесь в замок и заберите маркнула с собой. Топнула ногой так это самое типа а ну бегом я сказала. Но хотя она принцесса собственно чему удивляться. а теперь не могли бы вы рассказать мне что здесь происходит? И вот что произошло. Хм... Сила драконов? Рю. Не знаю что и сказать. Все это так внезапно. Только сейчас я начал замечать что почти за все те 500 лет что боролся с драконами я по-прежнему о них ничего и не знаю. Но кто действительно хочет узнать о них больше так это конечно же сам Рю. Правда? Понятно. Итак сейчас давайте сконцентрируемся на более важных делах. Хорошо? Что вы на меня так смотрите? Что если на черном рынке действительно находится лугово той шайки? Мы должны немедленно это выяснить. Независимо от того как сильно мы будем думать об этом. Мы все равно ничего не узнаем о драконах стоя на месте. Поэтому мы должны заняться более важными в настоящее время. В настоящий момент делаем расследование. Давайте отправимся отправляться в путь. Вы же знаете как добраться до черного рынка. Правда? здрасте Нина ты ли это блин мана у нее подкачалась кстати говоря. Вот уровень у нее не увеличился. Как был 25 так и остался. Или 150 мана у нее и было. Экипировка такая же? Да экипировка такая же. Так ладно на самом деле по хорошему нам надо бы добраться до нет нам сначала отсюда выбраться добраться до как это называть ах да и еще можете не беспокоиться о Макнуле какой бы огромной силой тот господин тигр не обладал ворваться в замок у него все все равно не получится так ведь а ты откуда вышел а вот он тигр а точнее рей так надо вернуться наверное в комнатку ну не как в комнатку в гостиницу там переночевать да и заодно сохраниться и по сути закончить на этом серию просто и так уже опять затягиваю не хотелось бы этого делать получится как неправильно опять облиняю серию из-за сюжета ну довольно таки интересно куда деваться да-да мы открыты но только сильно не обольщайтесь скидка не вечная вы хотите сделать что вы хотите сделать я хочу отдохнуть хотя на самом деле только отдыхал ну все равно надо отдохнуть доброе утро хотите сохраниться да хочу карта памяти первая сохраняемся ну а на этом все если понравилось видео ставьте лайки и подписывайтесь на канал подписывайтесь на группу вконтакте пишите комментарии увидимся позже всем пока пока